В эфире первого карагандинского новости, в студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте, сегодня в программе. Карагандинская область заняла четвертое место по росту валовой региональной продукции. Чем остался недоволен первый заместитель Акима области Сулбек Дюсибаев и кто понесет наказание. Но когда смотришь цифру в два раза, 400 тысяч долларов. 400 тысяч долларов для строительной отрасли – это один проект. Золотой выпускной. Сколько стоит попрощаться со школой? Нужно ли делать подарки учителям? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете через пару минут. Мебель, сделанная школьниками, продается. Законно ли это? В ситуации пытались разобраться наши корреспонденты. Карагандинская область заняла четвертое место по росту валовой региональной продукции. В целом за 2015 год рост ВРП региона составил 3,5% или 3,2 триллиона тенге. А по итогам четырех месяцев текущего года область произвела продукцию на 556 миллиарда тенге, превысив прошлогодний объем на 37,7%. В местный бюджет поступило более 36 миллиардов тенге. Такие цифры были озвучены на совещании по итогам четырех месяцев социально-экономического развития региона, которое провел первый заместитель Акима области Солбек Десюбаев. С начала этого года в области произведено промышленные продукции на 556 миллиардов тенге. Этот показатель больше прошлогоднего почти на 40%. Удельный вес области в республиканском объеме составляет более 10%. А это – пятое место в республике. Важным фактором экономического роста является повышение производительности труда. Анализ показывает, что с начала текущего года производительность труда увеличилась в машиностроении в 1,6 раза, химической промышленности – на 23%, металлургической промышленности – на 35%. В ходе совещания Солбек Десюбаев подверг резкой критике доклад руководителя управления экономики и финансов Ольги Чернявской. Судя по нему, экспорт строительных материалов увеличен в два раза, хотя в денежном выражении это около 400 тысяч долларов. Первый заместитель Акима области заявил, что для такой большой области, как Карагандинская, этот показатель незначителен и не отражает истинное положение дел. Солбек Десюбаев поручил проанализировать структуры экспорта без учета сырьевого производства, а также предоставить динамику по несырьевому сектору. Вы говорите, в два раза вырос рост экспорт строительных материалов. Вроде бы звучит хорошо, вроде бы это говорит о многом. В два раза вырос экспорт строительных материалов, это значит, наши предприятия работают строительные и какие-то продукции реализуют за рубежем. В два раза вырос. Но когда смотришь цифру в два раза, 400 тысяч долларов, 400 тысяч долларов для строительной отрасли, это один проект. Прекратите в своих докладах, это ко всем относится. Акиматом, управлением, вот эти вот, переворачивать цифры свои. По итогам совещания, первый заместитель Акима области поручил Управлению экономики и финансов провести анализ выпуска промышленной продукции в разрезе предприятий. В частности, по объектам карты индустриализации и малым и средним предприятиям. При этом он отметил, что за развитие малых предприятий ответственность несут Акимы городов и районов. Кроме того, он поручил обеспечить положительную динамику социально-экономических показателей развития области и выработать дополнительные антикризисные меры. Подводя итоги, Аслубек Дюсибаев поручил Управлению экономики и финансов по итогам пяти месяцев вынести предложение по наказанию двух заместителей Акимов регионов по исполнению плана обеспечения экономического роста, которые заняли последние места. А.М. Амрина Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Сегодня для карагандинских школьников прозвенел последний школьный звонок. Общегородская линейка состоялась на площади перед Домом Дружбы. Там собрались выпускные и первые классы. Для тех и других этот учебный год стал очень непростым. Одни усиленно готовились к ЕНТ, а другие постигали азы каллиграфии. Учились читать и считать. Но испытания первых еще не закончились. Впереди экзамены и выпускной бал. Как в этот день чувствуют себя одиннадцатиклассники, узнавала Аима Амрина. Последний звонок собрал на площади выпускников всех карагандинских школ. Юноши в костюмах, девушки в школьной форме, белых фартуках и бантах завораживают взгляды. Каждый из них по-своему привлекательен. У одних еще не прошло детское озорство, другие же держат себя по-взрослому, уверенно. А Яган Саденов – выпускник 92-й гимназии. Юноша рассказал о смешанных чувствах. С одной стороны он рад, что вступит во взрослую жизнь, с другой ему грустно покидать родную школу. Парень хочет поступить в МГУ на автожурналиста. На пробных тестах набирает больше ста баллов. Все мои достижения благодаря 92-й гимназии. Учитель казахского языка. Самый любимый учитель. Она меня за собой таскала постоянно. Выпускников поздравил Аким города Нурлана Убакиров. Городоначальник пожелал выпускникам сдать успешно ЕНТ и прославлять шахтерскую столицу. Талантливая молодежь, яркие представители которой находятся здесь, на главной площади нашего города, вступая во взрослую жизнь, помните, что будущее Караганды, его движущая сила, именно вы. Многие из вас уже не раз прославили честь нашего города и страны. О нас знают не только в Казахстане, но и за его пределами. Я верю, что ваши самые высокие достижения еще впереди. Также школьников поздравили первоклассники и заслуженные педагоги. Пожелать удачи своим сверстникам решили и лучший ученик и ученица 2016 года. Вот и прогремел в Караганде последний прощальный школьный звонок. Для многих выпускников этот день очень грустный, ведь они еще не раз вспомнят веселые школьные годы. А впереди у них очень серьезное испытание ЕНТ. Первый поток будет сдавать ЕНТ 3 июня. А я маврина, Оржас, Габасов, Александр Церегидзе, первый Карагандинский. Не успели карагандинские школьники насладиться последним школьным звонком, как перед ними встали глобальные проблемы. Где взять деньги на выпускной бал? По подсчетам наших корреспондентов, в среднем выпускной обходится в 110 тысяч деньги. Это лишь в среднем, ведь у девушек запросов очень много. Каждый родитель старается сделать это событие незабываемым. Однако не у всех хватает денег и нервов на это. Подробности далее. Камила Смогулова в очередной раз кружит по торговым центрам в поисках платья для выпускного. Школьница хочет, чтобы ее выбор был уникальным и платье не повторялось. Ведь ни для кого не секрет, что среди девушек на этот счет свои взгляды. О цене Камила даже не думает, ведь это подарок от родителей. Я еле как определилась с выбором, но хочу посоветоваться с мамой. Деньги не главное, главное, чтобы оно было уникальным. Мама Камилы Гульдана поддерживает желание дочери выглядеть неповторимо. С ее слов, дочь не каждый день заканчивает школу, и поэтому уместны любые траты. Мы решили подсчитать, сколько же в среднем уйдет у мамы с дочкой на выпускной. Платье – 70-80 тысяч тенге, макияж – 10 тысяч тенге, ресторан – 6,5-7 тысяч с человека, кортеж – 2 тысячи. Услуги тамады и шоу-программы – 5 тысяч тенге, услуги оператора и фотографа – 4 тысячи. Подарки школе и учителям – 2 тысячи тенге. В среднем, включая мелочи, сумма колеблется от 110 тысяч до 130 тысяч тенге. Однако у продавцов платьев своя печаль. Они жалуются, что в последнее время спрос на дорогие наряды снизился. Выпускники выбирают недорогие варианты, которые потом можно будет надеть и на другие мероприятия. Платье – фаворит этого сезона у нас сиренево-фиолетовый цвет и цвет изумруда. Платье очень много. У нас обслуживается город Караганда и спутники города Караганды. Платье у нас от 20 тысяч и до 120. Выпускной – выпускным, а деньги остаются главной проблемой для многих. Ведь не каждый родитель, а особенно многодетные семьи или матери-одиночки могут позволить себе немеренные траты. Бибигуль Бекмагомбетова – опытная мама. Она обучила двоих школьников. Бибигуль против пышных торжеств. Ведь это удовольствие, загоняя семьи в кредитную зависимость. А в школах педагоги снимают с себя ответственность, оправдываясь, что пышные гуляния – идея самих родителей. В других областях страны, к примеру, некоторые выпускники отказались от пышных торжеств и пожертвовали деньги в благотворительные фонды. Впереди короткая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. К другим новостям. В школе-лицее номер 101 города Караганды действует коммерческий цех, где мебельные изделия, якобы сделанные учащимися, выставляют на продажу. Насколько законно данная деятельность, узнавали наши корреспонденты. Мастерская в этом учебном заведении действует с момента образования школы. А вот про продажу мебельных изделий знают не все. Здесь на мебельную продукцию даже есть свои расценки. Стоимость стульев от 7800 тенге и выше. Заказы клиентов оформляют по телефону и даже предлагают гибкие условия. В крайнем магазине не понравились стулья, которые есть? Которые нет. Мне вот этот понравился, который вот у вас в офисе. Ага. Ну, такие мы пока даже, если честно, не делаем. Они дорогие. Ну, вот сейчас уходим на 7800, эти стулья стараемся делать, чтобы люди брали. А где по 16, мы таких не делаем. Ну, недорого было людям. Отвечать за сказанные по телефону слова заведующий мастерскими категорически не хотел, утверждая, что ребята лишь проходят здесь практику. А изготовленную мебель продают вовсе не они. Что есть два цеха. Один от Джамбула находится, другой находится на Портовской. Там изготавливают, я вам сказал. А здесь корпусные эти делаете? Нет, здесь мы там обшиваем ткани, понимаете. Ну, здесь какие-то движения делают. Но здесь не изготавливают в таком количестве. Открывать и показывать мастерскую работник школы не согласился, ссылаясь на то, что никого там нет и показывать нечего. Его слова подтверждает и исполняющая обязанности директора школы Кинжита Елюсизова. По ее словам, в учебном заведении работа ведется на законных основаниях, что им скрывать нечего. Это не цех. Мы здесь даем детям профобучение. Например, деревообработка, швейная техника и так далее. У нас есть специальный счет, и вся наша деятельность законна. По словам руководства школы, вырученные средства от продажи мебели направляются на нужды школы через специальный счет. Так ли это на самом деле, будут выяснять компетентные органы. Гульнур Жакен, Исламбек Успанов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. В Бухаржуравском районе подходит к концу суд по делу о прорыве дамбы в селе Кукпекты, когда погибли пять человек и под водой остались сотни домов. В роли подсудимых выступают три человека. Учредитель фирмы Табират, 21 бизнесмен Владимир Крючков, Аким Кукпектинского сельского округа Бахаджан Смаилов и начальник отдела ПЧС Ринат Жантуликов. Прокурор просит приговорить Крючкова к четырем годам, а остальных фигурантов отпустить из-за срока давности. Адвокат бизнесмена и жители Кукпекты не согласны с таким вердиктом. А тут обвиняют Крючкова. Он неоднократно писал письма таким о вовременном состоянии, что не принимал меры предотвратить катастрофу. Пострадавшие кукпектинцы встали в поддержку бизнесмена Владимира Крючкова. В суде они заявили, что не имеют претензии к нему, так как в прорыве дамбы виноваты истинные владельцы водохранилища ТО агрофирмы «Шанрак». По словам народа, ее владельцы вовремя увернулись от удара и подставили под него подсудимых. Против Владимира Крючкова выдвинуты две статьи – злоупотребление полномочиями и недоброкачественное строительство, повлекшее по неосторожности гибель людей. Эксакима и начальника ПЧС обвиняют в халатном отношении к своим обязанностям. Поэтому господину Крючкову не все наши здравомыстящие жители нашего поселка претензий никаких не имеют. Наоборот, после того, как произошел именно этот поводок, с его стороны была оказана жителям посильная помощь. Никому он не отказал. Все, кто обращались, всем была оказана посильная помощь. По словам прокурора, вина Владимира Крючкова доказана, гособвинитель просит дать ему 4 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Также она попросила суд признать вину Бакджана Смаилова и Рината Жентуликова. Однако из-за небольшой тяжести совершенного ими преступления прокурор предложил освободить их с чиновников от наказания за истечением срока давности. Адвокат бизнесмена с такими доводами прокурора не согласна. Хамеда Иткалиева считает, что ее подзащитный пытался достучаться до властей и предупредить их об опасности. У Платины был собственник. Почему они указывают, что при отсутствии собственника? Был собственник. Собственность была отменена после прорыва Платины. На тот момент собственно, законно, незаконно, она была зарегистрирована, право было зарегистрировано. И факт того, что в последующем, в сентябре месяце, в июне месяце суд отменил эту регистрацию признательной законы, с момента регистрации, не говорит о том, что на тот момент Шамдарак собственником не являлся. Адвокат настаивает на прекращении уголовного дела в отношении ее подзащитного. Также она не согласна с ходатайством прокуроров о взыскании из подсудимых 5 миллионов тенге на судебные издержки, проведение экспертиз и гражданские иски потерпевших, которые составили около 650 миллионов тенге. Также свои иски предъявили отделы строительства. Они хотят возврата около 500 миллионов тенге, выделенных из бюджета на постройку домов. Судебный процесс продолжается. Аймамрина Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Ежедневно в жизни акушеров-гинекологов происходят судьбоносные события, ведь от их опытных рук и умений зависит жизнь других людей. Отличник здравоохранения, врач высшей категории Ирина Владимировна Пак за весь свой долгий трудовой стаж помогла появиться на свет нескольким тысячам младенцам. О человеке непростой профессии в следующем сюжете. Отличник здравоохранения, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории Ирина Пак профессию врача-акушера-гинеколога выбрала не случайно. Мама Ирины Владимировны всю свою жизнь посвятила медицине. Вот и решила пойти по ее стопам, говорит она. Ближе к окончанию школы, где-то она с 8 класса, как-то вот я настолько прониклась, потому что у мамы такая работа, она постоянно на телефоне. Ей постоянно звонили по поводу больных тяжелых, по поводу каких-то моментов тяжелых. И поэтому она, естественно, и днем, и ночью была на работе. И ночью выезжала, потому что она специалист была высокого класса. Самая первая из тех, которая стала делать операции, которые сейчас делают абсолютно буквально рядовые врачи, а тогда эти были операции совершенно новые. Это удаление матки, то есть экстерпация матки. Когда обучалась в Москве, приехала и внедряла вот эти методы, хирургические методы. Длительное время Ирина Владимировна заведовала кафедрой акушерства и гинекологии в медицинском институте. Затем руководила родильным домом в Пришахтинске. На сегодняшний день она в должности заместителя директора по контролю качества медицинских услуг областного перинатального центра. Занимается разбором и анализом всех случаев осложнений беременности и родов. Принимает участие в консилиумах, выезжает в составе комиссии в курируемые регионы для оказания организационно-методической помощи. Кроме этого, последние 7 лет я являюсь независимым аккредитовым экспертом в области акушерства и гинекологии. И поскольку я независимый аккредитованный эксперт, при обращении пациентов и их родственников на некачественное наказание медицинской помощи даю экспертное заключение, причем с объективной оценкой, с учетом соответствия штатов, соответствия оснащения медицинским оборудованием и применением современных перинатальных технологий. Отличник здравоохранения, член экзаменационной комиссии по присвоению квалификационных категорий врачам, Ирина Владимировна, обмениваясь опытом, принимала участие во многих международных тренингах. За весь свой трудовой стаж она помогла появиться на свет нескольким тысячам младенцев. Многие и многие выражают огромную благодарность Ирине Владимировне. Самая основная работа вообще всех врачей, всех специальностей – это качественное наказание медицинской помощи. Вот сейчас мы говорим о качестве, а качество – это естественно. Почему? Потому что очень много обращений со стороны больных, со стороны их родственников о том, что есть проблемы с нарушением прав пациентов, с некачественным наказанием медицинской помощи. Поэтому, естественно, мы в этом направлении работаем. В коллективе областного перинатального центра Ирину Владимировну ценят и глубоко уважают. На протяжении многих лет она верна своей профессии и готова и дальше трудиться во благо здоровья граждан. Гульнур Жакен, Олжас Габазов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Карагандинские школьники попробовали себя в роли юных энергетиков. Уникальную возможность провести небольшие эксперименты с проводами, познакомиться с разновидностями электроприборов и увидеть воочию распределительные щитки и электрооборудование ученикам из КГУ средней общеобразовательной школы номер 27 представила компания ТО «Караганды-Жарик». Экскурсия и познавательное занятие было проведено прямо на территории компании. Никто из малышей не остался равнодушным не только к новым знаниям, но и к сладким призам и тематическим раскраскам. Возгласы «Можно, я отвечу!» не смолкали на протяжении всего увлекательного занятия, которое организовали сотрудники ТО «Караганды-Жарик». И хоть уроки любят не все дети, но на этом уроке жизни малыши вели себя очень активно. Бойко отвечали на вопросы и даже делились собственным домашним опытом общения с электроприборами. Вот такой вот этот шнур поврежден, и внутри тогда к нему вообще нельзя подходить, чтобы и выйти на дезреце, чтобы дом не загорелся. Тимур Кашкамбаев – первоклашка. Казалось бы, он открыл дверь в знания совсем недавно, однако результат уже налицо и язык. Мальчик очень уверенно отвечает на непростые вопросы об электричестве и даже дает советы. Тимур рекомендует детям не играться с электричеством и не приближаться к электроприборам в отсутствии родителей. Электричество опасное для человека, но оно немного помогает. Дает свет, я не трогаю приборы, которые горячие, но умею относиться с чайником. Я вообще не подхожу дома к электрическим приборам. София Алексеева тоже развита не по годам. Девочка поведала нам правила безопасности, которые нужно соблюдать при обращении с электричеством. Нельзя подходить к электричеству, что нельзя трогать провода, которые уже оборвались, что нельзя сушить волосы мокрыми руками. Роль учителя взял на себя заместитель начальника службы надежности и техники безопасности компании ТО Караганда-Жарак Константин Осипов. Специалист прекрасно вжился в роль, ведь все, что он говорил и показывал детям, не раз отрабатывалось и на взрослых. Порой глупые ошибки совершают вполне разумные люди, правда расплата за них бывает очень тяжелая, отмечает Константин. Именно поэтому компания ТО Караганда-Жарак проводит такие занятия ежегодно. Наглядно показали, чем опасен электрический ток, потому что идет в преддверии летних каникул, большой перерыв у них будет от учебы. И чтобы дети не шалили, не баловали, использовались электрическими приборами правильно. Урок пришелся по душе ребятам. Мальчишки и девчонки примеряли каски энергетиков, брали в руки таблички «Осторожно!» электрическое напряжение, стоя напряжение и, конечно же, позировали фотоаппаратом. Это опасно или нет? Да, опасно! Опасно! Молодцы! В конце занятия малши полакомились сладким мороженым и с радостью поглядывали на новые раскраски. Картинки в них полностью отражают пройденный на занятии материал. А это значит, что школьники надолго запомнят новые знания, полученные в ТО Караганда-Жарак. Аймамрина Исламбеку Спан, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. В Караганде прошел мастер-класс российского бойца смешанных единоборств Рашида Магомедова. Молодые спортсмены Караганды получили хорошую возможность научиться новым приемам у известного бойца. На открытые занятия бойца UFC Рашида Магомедова пришло около 90 спортсменов из разных спортивных клубов Караганды. На мастер-классе были не только воспитанники, но и тренеры городских спортивных клубов. По их словам, опыт от общения с известным спортсменом России им также пригодится. «Отрадно, что сегодня наши ребята получили возможность многому научиться у настоящего мастера своего дела. Мастер-класс для наших спортсменов проводится бесплатно, за что мы выражаем благодарность Рашиду Магомедову». Рашид Магомедов является бойцом Лиги смешанных единоборств мира UFC. Сейчас он находится на 14-й строчке рейтинга лучших легковесов планеты. В его копилке 20 блестящих побед. «Все они это делают. Ну, немножко, может, что-то покажу, то, что у меня получается, и поделюсь опытом. Есть в Казахстане хорошие бойцы, и мы их наблюдаем и в России, и на каждых турнирах они бывают. Из-за этого, я думаю, перспектива у Казахстана очень хорошая». После мастер-класса российский боец Рашид Магомедов поблагодарил участников за теплый прием и пожелал бойцам высоких побед. Гульнур Жакен, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. И еще об одном. В Карагандинской области продолжаются поиски Владислава Шеллера, который пропал без вести 29 декабря 2015 года. Он ушел из дома к бабушке и не вернулся. Поиски мальчика ведут полицейские и волонтеры. В настоящий момент уже исследованы десятки километров степей вокруг Тимиртау, подвалы, чердаки и заброшенные здания. Однако местонахождение ребенка до сих пор не установлено. Он был одет в серую куртку, баллоневые штаны, шапку черного цвета с делеными буквами и при себе имел синий портфель. Это была последняя информация на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные новости, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»